Несмотря на каникулы, мальчишки и девчонки были не против на некоторое время отправиться в школу здоровья, где узнали много нового об особенностях своего организма. Очень важно ребенку прививать здоровье с самых маленьких лет. Соответственно, мы рассказываем сегодня о здоровом образе жизни, о том, как полезно и сколько спать, как кушать, какими видами спорта надо заниматься, а также, что полезно гулять на улице и заниматься спортом. Во время художественного конкурса юным видновчанам нужно было изобразить здоровье на своем рисунке. Я нарисовал кататься на велосипеде, самокате и молоко. А молоко для чего пить? Чтоб был кальций и крепкий кость. Далее ребятам предстояло отгадать несколько загадок и поиграть в игру-кричалку под названием «Полезно-вредно». Но самыми увлекательными оказались спортивные конкурсы. Дети старались как можно быстрее пройти все испытания, обойти соперников. Мне очень сильно тут нравится, потому что вот сейчас мы рисовали, проходили стакеты. Я нарисовала, как я балерина, я занимаюсь балетом. Вот стою у станка и я хочу стать великой балериной. Мне понравилось, как мы рисовали, понравилось, как мы нам рассказывали, что нельзя делать, что можно. Понравилась программа и родителям ребят. Елена Полякова пришла на мероприятие вместе с трехлетним сыном. Честно говоря, не ожидала, что он в таком возрасте будет как-то схватывать, что нужно делать. И я прямо очень довольна, что вообще в принципе устраивает такие вот мероприятия для детей. В заключении праздника у мальчишек и девчонок была прекрасная возможность потанцевать под зажигательную музыку. Такие развлекательные программы сотрудники Дворца культуры проводят регулярно на разных городских площадках в течение всего летнего сезона.